Продолжение следует... Продолжение следует... Да, мы будем немного позже говорить об инцесте в результате изнасилования, и это может быть упомянуто в теме о близкородственных изнасилованиях. Но вот именно сейчас мы будем размышлять и говорить об инцесте, когда обе стороны соглашаются на такой инцест. Предположим, есть семья, или даже не семья, а только одна женщина, которая приходит к вам и открывает вам, что она, и, предположим, ее дядя или кто-то в этом роде, состоящий в близком родстве, имели сексуальные взаимоотношения. Представьте себе, она обнаруживает, что она беременна, и она достаточно уверена в том, что ее дядя является отцом этого ребенка. На данный момент никто в семье еще не знает о случившемся, о том, что произошел инцест, и она озабочена, она переживает, что она скажет окружающим, как она объяснит людям, когда наступит время, когда уже нельзя будет скрывать беременность. Она думает, что один из вариантов разобраться с этой ситуацией, это сделать аборт на очень ранней стадии беременности, так, чтобы никто и не узнал, что она была беременна. Она считает, что в этом случае ей бы не пришлось никому объяснять, почему она забеременела. И вот представьте, она приходит к вам и говорит, я слышала, что вы работаете над этой темой, знаете, у меня вот такая проблема, что вы можете сказать, можете ли вы мне помочь? Что ж, я представляю этот случай вам сейчас для разбора. Вспомните, что мы с вами проходили, и какова может быть процедура принятия решения, и как вы будете действовать в этой ситуации, если кто-то вот так задаст вам такой вопрос. Как пастор вы, возможно, попытаетесь утешить ее, может быть, вы предположите, что, возможно, это было как бы не совсем по обоюдному согласию, а имело место некоторое принуждение. Но что вы скажете? О чем вы попытаетесь спросить ее в первую очередь? Или, возможно, вам не придется ни о чем ее спрашивать, потому что вы все это уже знаете? Да, кто-то хотел что-то сказать. Пожалуйста. Я думаю, нам нужно сначала узнать, каково ее представление об этике в применении к ее ситуации, и что для нее более важно. Хорошо. Вначале, возможно, вам нужно узнать ее этическую теорию. Но также вам нужно определиться и с вашей этической теорией. И тогда, предположим, что вы являетесь консеквенциалистом, или, возможно, вы не придерживаетесь такого подхода, а просто хотите рассмотреть разные варианты решения ее проблемы. Что бы вы ей сказали, если бы вы захотели дать ей совет с позиции консеквенциалиста? Что бы вы рассмотрели, какой совет вы бы дали ей? Может быть, вы думаете, что вам следует сказать ей, чтобы она сделала аборт, или вы скажете, нет, не делай этого. Как вы думаете? Что нужно сделать в этом случае? Да, пожалуйста. С позиции консеквенциалиста, возможно, все еще можно говорить о том, какой ущерб может быть принесен ее организму в случае аборта. Или можно спросить ее, что она думает о статусе эмбриона. И если она думает, что это человеческая личность, или склонна так думать, то можно сказать, что последствия аборта даже для нее, возможно, не будут наилучшими. Хорошо. Вы думаете, что с позиции консеквенциалиста определение статуса зародыша как личности будет высшим приоритетом? Нет. Но если она считает эмбрион личностью, то, я думаю, можно говорить о чувстве вины. Можно ей сказать, что если она сделает аборт, то чувство вины будет терзать ее всю жизнь. Особенно, если она не определилась, еще является ли эмбрион человеческой личностью. Это один из возможных путей решения, по которому можно пойти. Что еще мы можем предложить? Очевидность того, что вы только что сказали, вы не думаете, что даже если вы придерживаетесь консеквенциалистской этической теории, то это еще не означает автоматически, что вы должны порекомендовать ей сделать аборт. Предположим, как консеквенциалист, вы захотите порекомендовать ей сделать аборт. Какие стороны и какие вам, возможно, нужно будет обсудить с ней вопросы? Кто хочет ответить на этот вопрос? Пожалуйста. Консеквенциалисту надо будет обсудить такие вопросы, как пренебрежение правами ребенка, родившегося в результате инцеста. Кроме того, можно будет ожидать сильных генетических нарушений, как результат близкоростного оплодотворения, а также низкое качество жизни социально и финансово. Все это потенциально может оказаться тяжелым бременем на матери и дяде, отца этого ребенка. Вот это можно сказать ей. Можно также заключить, что последствия могут быть настолько тяжелыми, что аборт такой ситуации был бы оправданным действием. Хорошо. Вы думаете, пожалуйста. Это можно оспорить. Знаете, для нее это может быть лучше. Возможно, для семьи это будет хуже. Но и для ребенка это будет плохо. Когда мы говорим о жизни, в данном случае, предположим, мы говорим ей лично, смотри, это будет плохо для тебя. Но мы можем сказать ей, если ты не сделаешь аборт, то твое дитя будет иметь странное сочетание родителей. Над твоим ребенком будут насмехаться, потому что его мама и папа являются друг другу братом и сестрой, или дядей и племянницей. И вообще, вся ваша семья в целом будет просто придавлена различными трудными ситуациями. Так, хорошо. Чем-то еще вы хотели бы поделиться с ней? Да, пожалуйста. Думаю, что также мы можем выяснить, как она воспримет те или иные действия со своей стороны. Будет ли ей легче от того, что она избавилась от ребенка, или от того, что он родился и воспитывается в такой семье? Тот вариант или другой, от чего ей будет труднее? Да и вообще, что будет с самой семьей? Очень хорошо. Все это очень хорошо подходит. Другими словами, вам как бы приходится отнестись к ней с позиции консеквенциалиста, провести анализ преимуществ и последствий, анализ рисков, обрисовать, что лежит на поверхности, какие преимущества и что кроется в глубине этого, если она сделает аборт. И каковы будут преимущества и потери, если она не сделает аборт. Возможно, вы захотите спросить, как она чувствует, и как она оценивает возможную необходимость объяснить окружающим, как это все случилось. Может быть, она чувствует, что ей придется лгать и говорить, что это беременность от кого-то другого, с кем она была, может быть, пару недель назад, а не от члена их семьи. Или, может быть, вы думаете, что она может сказать, что если она решится родить ребенка, то она не представляет, как она может скрыть, кто его настоящий отец. Могут быть разные причины, потому что в какой-то момент у ребенка могут появиться физиологические и умственные отклонения, так как дитя будет иметь предрасположенность, и тогда, возможно, доктора захотят узнать, каковы генетические данные ребенка и исходные данные родителей. И в этот момент секрет может быть раскрыт. И один из способов полностью избежать этого – это просто сделать аборт. Ну хорошо, какие другие стороны этого вопроса вы можете предположить, если бы вы были консеквенционалистом? И теперь, пока мы составляем список вопросов, может быть, кто-либо из вас возьмет на себя смелость сформулировать, что посоветовало бы консеквенционалист этой женщине в этом конкретном случае? Вот вы сейчас перечислили все «за» и «против», а что вы конкретно посоветовали бы этой женщине? Может быть, вы бы просто сказали, «позвольте мне предоставить вам всевозможные «за» и «против», а вы уж сами потом принимаете решение. Я не буду помогать вам оценить важность всех этих обстоятельств и аргументов, я просто помогу вам обозначить их». Или вы пойдете немного дальше, если так, то как и что вы думаете ей посоветовать? Я думаю, что она в самом деле зависит от обстоятельств. Она может оказаться гностиком, да и я тоже, и мы оба можем быть слишком молоды и испугаться, и не разбышлять на таком высоком уровне. И поэтому аборт может показаться самым легким и прагматичным выходом из ситуации. Так что мы можем просто сказать, «Знаешь, во-первых, как это произошло? Может, он принудил тебя? И тогда тебе нужно сообщить об этом в полицию. В общем, выяснить обстоятельства за этим происшествием. Ну а самое главное, будь я консеквенциалист, главное, я бы пытался убедить ее сделать аборт, говоря, «Тебе не нужны все эти сложности и неудобства. Ты молода, у тебя вся жизнь еще впереди. Все может быть испорчено». Так что в зависимости от того, где они духовно, есть ли у них какие-либо личные взаимоотношения с Господом и все такое, так что все эти факторы играют свою роль. Хорошо. Какие еще есть мысли на этот счет? Да, пожалуйста. Можно поговорить о том, что в жизни ей будет труднее и труднее. Думаю, что я бы начала говорить с ней о Боге, о возникших сложностях в ее жизни. Посмотри, все пошло не так. Так может, если ты оставишь этого ребенка, все в итоге наладится, все изменится к лучшему. Я поговорила бы с ней о ее чувствах о том, какой жизненный урок можно извлечь из этой ситуации и как вырасти, вырасти личностно. Хорошо. Я уверен, что это хорошие аргументы. И на основании этого вы можете посоветовать ей не делать аборт. Меня поражает, что вы сказали о противоположном взгляде на аборт. Это важно. На самом деле важно, что переживает конкретная женщина в ее специфической ситуации, с ее личностными особенностями, с ее прошлым и так далее. Если вы подходите с позиции консеквенционалиста, вы никогда не можете предсказать, что вы скажете и куда вас повернет. Представьте себе, что женщина, которая пришла к вам, крайне смущена. Ей очень стыдно. Она стесняется. Она сильно испугана. И прежде чем она решилась к вам прийти, возможно, она попыталась уехать из города или даже наложить на себя руки. Все это крайне сложно. Так что с ее точки зрения, с одной стороны, она чувствует, что на нее навалится весь этот стыд и позор, как только люди узнают об этом. И это негативная сторона. А с другой стороны, ей видятся все позитивные стороны аборта. Она думает, мне в этом случае не придется растить этого ребенка. Мне не придется всем объяснять, что и как произошло. Мне не придется беспокоиться, что у этого ребенка могут быть различные генетические отклонения, как результат инцеста. И знаете, когда вы смотрите на все эти обстоятельства, то вы говорите, я думаю, что с одной стороны это будет стыдно, но, предположим, она не из слишком стыдливых и не из тех, кто слишком заботится о том, что скажут о них люди. Что ж, в этом случае она может сказать, ну, ладно, я сохраню моего ребенка, и мне не важно, что будет. Или, возможно, стыд всей этой ситуации перекрывает все остальные доводы и обстоятельства. Я не думаю, что можно предугадать, как все это сложится в жизни конкретного человека до тех пор, как вы познакомитесь с этим человеком и узнаете его характер. Так что, да, я думаю, что можно построить линию аргументов как за аборт, так и против аборта. Я думаю, что все, что вы сказали, легко может быть использовано как аргумент, чтобы убедить ее в том или другом. И еще, если вы себя будете чувствовать не настолько уверенным, будучи консеквенциалистом, чтобы убеждать ее в том или другом, то вы можете склониться к нейтральной позиции и сказать в этом случае, знаете, я не буду вам говорить, что делать. Я просто выложу перед вами все возможные варианты, и, похоже, все консеквенциалисты могут сказать в этом случае, если вас серьезно беспокоят, что вам придется растить этого ребенка, и он будет постоянным напоминанием в вашем доме, перед вашими глазами в течение как минимум 18 лет о том, что вы сделали. И если вы бы предпочли не сталкиваться с этим, то это, возможно, склонит чашу весов в сторону аборта. С другой стороны, вы можете сказать, «Послушайте, я понимаю, что вы не хотите растить этого ребенка, но вам и не нужно делать аборт. Вы просто можете позволить кому-нибудь усыновить или удочерить вашего ребенка». И тогда, похоже, линия вашей аргументации может быть такой. Представьте, что кто-то усыновил или удочерил вашего ребенка, и потом оказывается, что у ребенка обнаруживается серьезный наследственный дефект. Может быть, приемные родители подадут в суд на вас за то, что вы знали, что у ребенка возможны физические и психические болезни и отклонения в результате генетических изменений от такого кровосмешения, но все же отдали его на усыновление. И в результате всего этого они могут решиться подать на вас в суд за то, что вы решили отдать такого больного ребенка на усыновление. Итак, если мы пойдем этим путем, похоже, на этом этапе мы можем сделать вот что. Мы почти можем набрать множество аргументов, которые будут склонять нас либо за, либо против аборта и против родов с последующим усыновлением. Я думаю, как консеквенциалисту вам, возможно, придется в этом случае сказать себе, «Ну, хорошо. Мне нужно рассмотреть все это множество вариантов и аргументаций за и против, насколько это возможно, и тогда сформировать суждение, которое поможет этой женщине сформировать свое решение и выбрать те действия, которые в данной ситуации приведут к наилучшим результатам и устроят эту женщину. Пожалуйста». Мне довольно трудно высказывать эти вещи. Я представляю, это будет выглядеть абсолютно жалко, если она решит поступать так, как ей вздумается. Так что представьте себе, если она скажет, «Знаете, я просто хочу быть счастлива. Я не буду счастлива, если я оставлю ребенка. Мне будет стыдно, мне придется растить и воспитывать его, а у меня не получится, как следует растить ребенка». И так далее. «Меня все же поражает, если мы вроде, как бы это сказать, станем на эту позицию. В этом случае я могу сказать ей, «Ну ладно, если тебе так хочется, принимай такое решение, поступай, как знаешь». Но я знаю, что она будет чувствовать себя жалкой и несчастной, если решится на аборт». Я думаю, одна из первых мыслей, которые вы только что высказали, была также высказана еще кем-то здесь, своя аудитория. Это мысль о том, что как консеквенциалисту вам нужно в самом деле как можно скорее вначале выяснить, какую неморальную ценность или выгоду она хочет получить в результате всех ее решений. Если нет никаких других причин разубедить ее, то, по крайней мере, тогда, когда вы анализируете различные возможные последствия, вам придется сказать. Если пойти по этому варианту и вот это случится, вы сделаете аборт, то это значительно уменьшит для вас ту неморальную ценность, которую вы желаете достичь. Или может получиться так, что вы вообще не достигнете желаемого результата. И тогда вам нужно будет оценить и взвесить все возможные последствия, которые также проявятся в результате такого решения. И еще. Может быть, вам стоит составить списки возможных последствий, сгруппируйте аргументы в колонке «за» и «против», расположите аргументы один напротив другого и оцените каждое из этих последствий. И тогда вы можете объяснить этой женщине, как эта неморальная ценность, которую она хочет достичь, вызовет у нее чувство счастья, увеличит удовольствие и минимализирует ее боль. А уж после этого, я думаю, вам нужно будет сказать, какой будет эта боль и каким будет это удовольствие, которое она получит в результате ее решений и действий. Физическими или, возможно, также психологическими. И, возможно, она скажет, что это будет и физическим, и психологическим положительным результатом. И тогда вы вместе посмотрите на списки всех этих последствий и скажете, как вы думаете, если это произойдет с вами, будет ли это физически и психологически хорошо, или, может быть, это кажется скорее плохо для вас, не принесет ли это физическую нагрузку или стресс, или, напротив, это принесет облегчение. В общем, каким-то образом вам нужно будет определить, систематизировать все возможные последствия и классифицировать их в группы за или против аборта. И затем постараться выяснить вместе с ней, какая из этих групп последствий будет более подходить ей. Я не думаю, что это будет легко сделать, но я думаю, что это необходимо будет сделать, если вы решите подходить к этой проблеме с позицией консеквенциалиста. Ну что ж, давайте теперь сменим направление дебатов. Предположим, что вы теперь уже нон-консеквенциалист. И тогда, несмотря на ее предпочтения, вы сами хотите показать ей, как нон-консеквенциалист, ответ на эту ситуацию. И что вы, как нон-консеквенциалист, попытаетесь в этом случае сделать. Итак, решив лично стать на позиции нон-консеквенциалиста, вы предпримите в этой ситуации следующее действие. Пожалуйста. Предположим, я христианин, а мне сказали, что она не христианка. Я думаю об общем откровении, о том, что в каждом человеке есть внутренний закон и развлечения добра и зла. Возможно, я пригласил бы ее на беседу и задал несколько важных вопросов, чтобы выяснить, что у нее на сердце, что она чувствует, как нужно правильно поступить. Знаете, я думаю, здесь нужно дать возможность Богу повлиять на ее сердце. При всем том, что она сделала, она все еще различает добро от зла. Давайте посмотрим вначале, что она сама думает об этом. И потом можно работать с ней с этих позиций и, в частности, попытаться привести ее к решению сохранить этого ребенка и не убегать от проблем. Хорошо. Итак, какого сорта аргументы вы будете рассматривать с ней? Последствия тех или иных решений или действий, аборта или сохранения ребенка или какие другие аргументы? Однозначно, это будет проводиться очень аккуратно. Это не будет просто рассмотрение вопросов с прагматических позиций. Это не будет прагматический поиск наиболее удобного выхода. Это будет рассмотрение на основании морали. Сразу после того, как женщина забеременела, я рассматриваю оплодотворенную яйцеклетку как человеческое существо. Так что христианин, верящий в это, будет внимательно вглядываться в сам характер Бога. И на основании того, как Божий характер отображен в Писании, я буду стараться помочь ей прийти к решению не делать аборт. На какие обстоятельства вы ей укажете? Укажите наиболее важные из них. Заметьте, сейчас мы не смотрим на последствия, к которым это может привести. Мы смотрим на другое. Я думаю, что я попытаюсь обратить ее внимание на чувство внутренней вины, которое она будет иметь глубоко в сердце. Такое личное переживание потому, что я думаю, она обратится ко мне, уже имея сильное чувство вины. Или, возможно, она еще пока не чувствует вину. Так что я думаю, что вначале я постараюсь выяснить и подойти к ней, исходя из ее представления и ощущения вины в этой ситуации. Хорошо. Позвольте мне спросить теперь всех в классе. Скажите, если инцест произошел по обоюдному согласию, то, как вы думаете, они должны будут испытывать чувство вины? С точки зрения библейской этики, я думаю, человек должен чувствовать себя виноватым. Так что я думаю, нам нужно указать ей на Евангелие как на авторитетный источник, который позволяет определить понятие вины. Но как но-консеквенциалист, я бы не стал говорить ей, знаете, я знаю, что вы чувствуете вину, но вам не нужно винить себя, и вы не сделали ничего такого. О, нет! Наоборот, надо признать, что не только она поступила неправильно, но и ее партнер. Виновен здесь также и тот, кто с ней совершил это. Я ожидаю услышать что-то очень простое. Я хочу сказать, что если вы нон-консеквенциалист, то вы, скорее всего, будете начинать с ваших принципов, которые укажут вам, что хорошо и что плохо. Хорошо? Так что, вместо того, чтобы смотреть, чем это может кончиться, я собираюсь спросить себя, есть ли какое-либо моральное правило, которое определяет, что хорошо и что плохо в данной ситуации? И я собираюсь дать ей ответ, похожий на тот, который Джим только что высказал. Да, есть моральное правило, которое говорит, что мы не вправе убивать человеческую жизнь. есть моральные правила, которые требуют, чтобы к любому, кто является человеческим существом, относились не как к предмету, а как к человеку. И это, в свою очередь, может привести нас к обсуждению, которое упомянул Джим. А именно, этот эмбрион является человеческим существом, личностью. И я думаю, есть несколько причин так считать. Есть определенные принципы, которые указывают на это. Что еще можно сказать по этому поводу? Вы думаете, что все, что можно сказать по этому поводу, это не убей и все? Или, может быть, вы думаете, что можно что-то еще сказать? Да, пожалуйста. Я думаю, что нам нужно сказать что-то еще. Надо посмотреть на ее взаимоотношения с этим человеком, потому что, а что, если они очень привязаны друг к другу, что, если она любит его? И здесь есть над чем подумать, и есть над чем поработать также и с этой проблемой в этих взаимоотношениях. Я думаю, вы абсолютно правы. С этой проблемой также нужно разбираться. Особенно, если она приходит к вам и даже и не думает, что инцест – это грех. Ну, просто так получилось, что в этот раз они, так сказать, попались, засветились из-за ее беременности. И тогда, я думаю, каким-то образом вам нужно будет разъяснить ей ваши этические принципы, ваши правила, взятые из Писания, если вы решаете следовать нон-консеквенциалистскому подходу. Это покажет, что инцест недопустим из моральных, из библейских позиций, вне зависимости от того, закончилось это беременностью или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok